добрый день сегодня я расскажу про вот это шило вчера получил выписал из китая сразу покажу вот эта трубочка это я поставил потому что вот которая здесь вот зажимает сангу она никакая она очень мягкая не держит ничего плюс она как-то здесь криво некрасиво и нехорошо вот это вот здесь вот тоже все кривое но в принципе пользоваться может заменив на трубочку вот чем она мне понравилось что она вот мой раз и у нас но практически в два раза меньше занимает место я шью не часто поэтому мне удобно иметь такой вот универсальный инструмент с разными сменными насадками понятно если решить каждый день то через день то иметь лучше несколько шил разных вот опять же здесь чем хорошо вот я мог можно завести несколько разных крючков плюс с этими запасами и она не будет практически занимать место добавить еще 10 крючков она место практически столько же будет вот в комплекте идет три крючка они два крючка вот крючок прямой крючок вот такой вот загнутый и иголка то есть такая же видом как на швейную машинку только больше вот даже такой выемка есть для захода этого она вот здесь не сточено все вставляется держится я не сильно не затягивает вот ну давайте крючочек вот к нему посмотрим что получится вот я взял кусочек для этого вот выемка выточена кстати не так уж и плохо то есть даратва вот это прячется так извиняюсь на выпал не видно будет но она полностью прячется и не выглядывать хотя вот здесь крючок сам он туповат его надо немножко под будет подытачивать затачивать это вот возьмем кусочек сапога кожи от сапога проткнули зацепили то есть я крючком в основном подшиваю эти подошву отклеиваться начинает старых сапог я уже с десяток их так чего у нас получается так-то это вроде спряталась хорошо сейчас видим вот и куда-то так сейчас еще кончик надо я считаю подтачивать ну вообще лучше перед вытащить заново всю систему вот ну видите выдернул потому что вот этот он как-то немножко вот этот надо чуть под загнуть потому что он как-то цепляет когда выходит он начинает цеплять вот эту вот но это уже какая-то мелочи вещь то ну не сильно дорогая в принципе ничего сложного в ней нету вот то есть шил это я буду еще делать переделывать что у нас тут получается шайба такая вот штуковина самая как бы влажная вещь шайбочка такая и вот этот сам набалдашник а он пустотел а сюда типа вставлена этой шайбы так что тут еще видимо кстати интересная мысль сейчас мне пришла в голову кружочек найти от этого от унитаза дергалки где-то на такую же резьбу он будет как-то и органичный смотреться на этой штуковине так что получается я купил вот одну вот эту плюс вот что вот это вот но этим еще можно наверное пользоваться какое-то время сейчас я накручивать хочу без этой граверной кайки поглядеть что получится но тут еще и в чем проблема что это у меня не под прямым углом спилена ну и мы вот видим давайте я по закручиваю по раскручиваю видите как она что она не ровно ну вот такое вот короче глашила можно приобрести у китайцев что я уже не помню сколько она стоит сейчас полезу оставлять фидбэк до открывать дело по-другому заказу который не пришел он не пришел но сломанный тоже отдельный разговор вот но так на мой взгляд вещь под точитель вполне рабочая удобно что вот мама немного места занимает в кулечке все это положил это я уже штуку сразу отдельно положу эти глаза не мозолила на это вот все шило занимает вот место столько но на сравнение купленная на хитром рынке кто-то знает этот магазин даже два интересные шило куда-то делать ну вот допустим шило купленное на рынке то есть это вот шило которым я учился нашить которое я сломал это было не мое шило я человек купил новое сломанное забрал ну то есть такой сделал обмен я сломал надо было вернуть чуть-чуть расплющил ну и здесь сделаны довольно офиговасто потому что я не знал что надо этой как и делать вот но тем не менее сравните сами я доставил по размерам сюда еще чуть надо одеть сами видите сколько места занимает вот такие вот дела спасибо за внимание всего доброго удачи шлите ремонтируйте обувь